Что прикалывает тебя? Просто как-то не прикалывает. Заказал все с Владика японца. Ищу партнеров, границ, вообще ограничений нет, ты можешь вообще добиваться любого. Я своих уже маленьких следов понаставлял, чтобы людям было хорошо. Я еще водолей, такой немножко знак воздушный, мечтательный. Начинается где-то в кабинете, в ванной, там еще где. Заказчики все довольны. Топлю вообще. Как он смаз-печи интервью, где мы рассказываем больше о наших лучших работниках, то есть о всех нас. И сегодня у нас выпуски Вани. И с Ваней мы начнем с самых обычных расширенных вопросов. Расскажи немножко о себе, откуда ты? Слушай, я в Соренбургских степей до тридцати трех лет, собственно, там прожил. Занимался вообще всем подряд, начиная от продавца в магазине стройматериалов. А ты всегда со стройкой был? Ну, что-то да, рядом, всегда мне эта тема интересовала. В Селезном работал чуть-чуть, вот, потом... Тоже по строительству как-нибудь? Да нет, я там продавал телефоны. Четыре года я все-таки отработал по профессии, на кого, собственно, учился. Я в Металлург, в Металлурге отработал четыре года. Вот, потом, 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 черт меня дернул построить на даче печку и понеслась, затянул меня полностью. Вот, и, собственно, больше десяти лет я уже занимаюсь чисто печами. Больше ничего не делаю. А как же ты попал в Москву, если ты в Соренбург? Решился, в один день встал и сказал, все, наши печки должны быть в Москве. Да, да, да. Самыми лучшими. Не, ну, мы ездили раньше в командировку за пределы области и в Московскую область ездили, Нижегородскую, Новгородскую и в Башкирию ездили. Вот, собственно, посмотрел, что там хорошего, что плохого. И шесть лет назад я попал в Чехов подмосковный на семинар печников. Вот, и, короче, влюбился в местные природу, виды. Вот, пообщался с парнями, кто здесь уже давно работает, понял, что здесь перспектив в плане печей намного больше и надо двигать поближе к столице. И ровно через год, примерно, на следующий год летом мы уже переехали. Вот, пятый год, вот, 5 лет, да, в этом году, как я перебрался в Москву. О чем, собственно, не жалею. Рад, да? Топлю вообще. Я говорю, кто только вот думает, ехать или нет, говорю, что 100% надо ехать, пробовать и так далее. Ну, с твоим зарядом энергии уже 100%. Да. Так что набирайтесь больше энергии, кушайте больше витаминов, пейте, дайте молоко, как говорится. Слушай, ну, расскажи, ты вот рассказывал, что тебе нравится Москва очень? Блин, а чем Москва обожаю? Вот что, что это здесь, энергетика, люди. Слушай, ну, прикол в том, что до 33 лет я кричал, что Оренбургские степи, это прям вообще топ, что мой родной город – это столица мира, и оттуда никуда. И вот, как рассказывал ранее, что приехал на семинар и понял, что все немножко по-другому. А когда уже переехал сюда на постоянку жить я понял что блин какой же был дурак что было нужно на на не может был нужно было раньше валить даже не надо было задуматься чем больше нравится ну да она на энергетика потому что до движения люди все заряжены в сенсии на движухах у всех какие-то там цели идеи там они все стремятся что-то достичь но это очень круто это заряжает это помогаете самому двигаться и ты ну в этом окружает и понимаешь ну реально там у тебя никаких границ и ограничений нет ты можешь еще добиваться любого нужно просто найти нужного человека и с ним договориться ну а как же это перешел от частного печника в компанию в эту легендарную компанию моспечь как как это у тебя произошло слушай ну я сюда когда переехал мы познакомились же не и вот то ли мы до переезда познакомились же не если на новгородском вече то ли после не помню не суть ну короче время времени он у меня консультировался там какие-то техническим вопросом вот и через какое-то время я понял что достиг определенного порог порога по заработку через которое уже перешагнуть не могу чисто физически там я себя не клонирую и вот я могу в единицу времени заработать там такую-то сумму а хочется вот такую вот и мужа там пришел все к тому что и жене нужен был специалист плане технички то что компания бурно развивается печников много все разные все строят по-разному а хочется как-то это все контролируете золотой стандарт какой-то ну да он мне предложил мне должность технодзора в плане печек ну попутно что и беседки залетели руководителям проектов там по беседкам и так далее вот и собственно спустя год пришли к тому что нужно менять всю структуру компания организацию ну это уже как бы их не дело там в плане организации движения вот в плане технического надзора и ведения именно печников и общестрою там да то есть на данный момент мой пришли к тому что нужно написать свое методическое пособие по печкам свою методичку по беседкам по общестрою чем собственно я сейчас какие-то стандарты как да 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 то есть там вот стандарты которые есть по печкам их очень мало там в спешке ну где-то вот столько написано что относится к печным этим изделиям и каждый печник там в зависит от того в какое время у кого он учился соответственно все работают по-разному а надо что все работали по нашему вот и сейчас скажем так составляем методичку прорисовываем все узлы в точке контроля и уже какой бы печник там наш не наш к который к там в дальнейшем придут они будут работать все по единой технологии соответственно если какой-то возникнет да какой-то косяк там либо будет какая-то там нестандартная уже можно все проверить в принципе видео я так понимаю да и чтобы это было более наглядно в процессе работает там как бы точки контроля уже есть методичка печник либо по ней работ либо отклоняется отклонился соответственно будет наказан поэтому потому что мы должны это по-московски ну да потому что мы должны клиенту конечно потребителю предоставить продуктам высшей категории то что ну успеть по-другому строить не умеет плане ну расскажи как это вообще работаешь в этой компании если ты не пьешь и не куришь слышно должен образец спорта да никакой спортом уже отъелся за последний год с этими всеми рабочими поездками гулять за руля практически не вылазишь да не просто как-то меня не прикалывает алкоголь поэтому что прикалывает тебя слушаю я свободно от работы время сижу в гараже железки ковыря я на когда она есть разумеется а что за жили украине мало ну я мотоцикл реставрирую восстанавливаю на плюс один небольшой проект который давно хотел попробовать что-нибудь смастерить с гидравликой соответственно час мучу небольшой проект возможно чуть позже покажу сейчас пока железки все собираю будет скажем так вездеход на гидроходу то есть давно хотел с гидравлика что-то попробовать сейчас потихонечку воплощаю жизнь воздушные подушки да не не гидравлическая на гусеницах будет такой полноприводная машинка выбивать бюджеты на воздушные по да 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 время ограничено бюджет как бы ограничены больше знаешь это для для свои свои какие-то хотелки амбиции там я не знаю давно хотел просто пробовать брендированные по мкаду на воздушные не по мкаду это больше такая рабочая техника скажем так и она тоже во благо мост печи потом пойдет но пока потихонечку ковыряюсь даже все увлечения идут на благо нас да 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 так вот каждый человек только думает вот об этом из печи ты вот говорил про мотоцикл одну историю про аварии небольшой на мотоцикле расскажи ну ты цел все хорошо все срослось нога сросла все бегать слушай ну по мост все на мотоцикл катались а тут уже вроде как возраст такой и давно не садился за руль и у меня ребят соседи по гаражу они короче прям заядлые эндуристы такие катни 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 раз прокатился 23 там недельку покатался вот и в какой-то момент вышли на бездорожье ну чуть-чуть это переборщил с рукояткой газа до выпрыгнул стромбличка с небольшого сверху мотоцикл у меня упал короче сломал ногу но на тот момент я об этом не знал до долл там ушиб небольшой дошел пешком до травпункта где собственно где мне собственно выдали костыли наложили гипс вот ну и как любой нормальный человек сразу как гипс сняли я купился своим торжеством сначала был китаец новый правда но китаец я понял что он слабоват и заказался с ладика японца и сколько сейчас японцы публику или уже не 200 кубиков но там 40 лошадей он легенький то есть он на всех пизитом передачах из-под себя выпрыгивает просто это вот он сейчас на глубокой реставрации от капитального мотора заменил все сальники подшипники остались только колеса но времени нету на это поэтому пока что потихоньку это такой да 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 такой больше мира по кайфу чисто посидеть там что-то железочки поковырять какой-нибудь есть мечта мотоцикл не знаю harley направили наоборот японцы литровый там какой-нибудь чтобы прям густая не а техник достаточно да конечно в более чем вы этот прям выходные катнуть по лесу там адреналинчик ухлопнуть вот прям сам это понимать супер ощущение немножко рассказал уже но все-таки хотелось более конкретный вопрос вот чем именно ты в компании занимаешься то есть там ездишь по объектам проверяешь печников получается ну и это да езжу ищу партнеров поставщиков материалов бывает что даже снабженцем подрабатываю и кладовщиком и так далее но основная моя работа это технический надзор вот исправление исправление выявления ошибок ну соответственно вот год мы уже понаблюдали пришли к тому что да пора что-то менять выходить на новый уровень по качеству вот собственно этим часто занимаемся в общем стройка получилось так что это прямо твоя жизнь до стройка то офигенно почему потому что ну я считаю что у каждой работы должна быть социально значимой то есть человек должен не просто прожить свою жизнь впустую а должен после себя какой-то след оставить я своих уже маленьких следов понаставлял в виде там барбекюшек заказчики все довольны как бы друг друга с новым годом поздравляем со многими связь поддерживаем в хороших отношениях вот и соответственно сейчас чем мы занимаемся тоже то есть мы дарим людям тепло уют безопасность чаще всего нас с близкими да да конечно это такое место для посиделок душевность вот я уже шутил на эту тему но если кто-то из вас смотрит фильм ужасов ни в одном фильме ужаса ничего плохого в беседке не происходит рядом с мангалом камином и так далее чаще все-таки это семейные посиделки это веселые шутки там настольные игры либо за раз вы начинается только после конечно а все плохое начинается где-то в кабинете в ванной там еще где то есть вот ну короче мы дарим людям только позади но стараемся дарить люди не только положительные эмоции и можно еду вкусную еду конечно то есть чтобы людям было хорошо давай тогда не будем затягивать расскажи как ты видишь моспечи через пять лет какие задумки или пожелания у тебя есть пожелание ну задумки то поешь у меня грандиозные еще водолей такой немножко знак воздушный мечтательный вот но свой небоскреб угол я думаю с наверно с моей подачи появилась эта тема в плане глэмпинга можно не кстати заикались да то что я сам любитель отдыхать таких локаций да вот ближайшие что мы уже закидывали уже первые шажочки сделали нашли землю примерно в голове и на листочке нарисовали как мы это все видим там и уже даже были на локации ручьевыми сухие ручьи и там еще два гифтара леса прихватить планируем и я так думаю в конце этого начала следующего года мы начнем осуществлять нашу задумку небольшую базу отдыха построим будут афрейма будут скорее всего barnhouse пару штук будут купели с подогревом будет домик хоббита везде подсветка все как мы любим светодиодные нам нужны инвесторы для этого да 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 что пишите нам нам нужны инвесторы нужны партнеры в плане там если кто-то может помочь там материалами идеями кто-то если же шарит в земельных вопросах но мы с удовольствием с вами пообщались вот если у кого-то есть уже глэмпинг и он хочет дальше развиваться допустим вы в регионе хотите в москве начать ну как бы мы тоже открыты как он там успеют да 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 сотрудничеству вот это на ближайшую перспективу а на дальнюю ну так что прям наш такая вот забросить в космос ну пока что она не такая космическая надо ставить реальные цели они так что там построить там что-то на луне вот лежаешь там на ближайшие там пять лет грубо да ну так как мы рядом с готовкой еды это наверное гастробар где бы ресторан мясной или даже не мясной скорее на русская кухня то что много чего можно готовить в горшочках запекать печь там русской печки ну да наверно к этому тем более нас саныч не за начало она обожает готовить вот рыбу делаем рыбачить надо сразу туда а я буду просто там отвечать за я сам не пью но я вот за такое все душевное общение я там топлю тоже там за то что все было настоящее с душой включая там напитки поэтому напитки все настоящие крафтовые настойки русские пивко там в общем друзья если вы еще инвест при хотите проинвестировать наш ресторан смелости в этом как говорится да в любом случае все наши проекты будут освещены и все их вы увидите да почти что в режиме онлайн да да а сейчас мы продолжаем ваня говорим спасибо большое за такое прекрасное интервью и следующий у нас крайний человек из компании моспечь нет он кстати не последний будет последний будешь ты последний буду я да как-то попал да как я попал или это скоро мы все это узнаем а сейчас двигаемся джене ребят всем пока